Ну что, Стрэндж против Мари Лорда играет. Сейчас я разберусь со стримом, добавлю. Добавлю на твич его, во-первых, и стрим переименую. Пока ФП от Мари Лорда, посмотрите. Продолжение следует... Так, какой-то пинг высокий, почти 70. Не знаю почему. Может стрим, потому что там идет GSL. Потом вырублю. Ну и летят три минки сейчас от Мари Лорда. Либератор строится. У Стрэнджа побольше лимита сейчас. Доделываю... Ага! Блинк 6 гейтов. Под пуш со стороны Стрэнджа будет, как и в предыдущих играх. Ну три минки дропаются, Стрэндж. Прекрасно. Это ведь надо отводить сейчас юнитов всех его. Эй, куда ты повел, Стрэндж? Что ты творишь? Стрэндж. Одна минка 13. Пробок выбивает. Какая же ошибка от Стрэнджа? Что он делает-то? Неужели он не видит, что три минки вкопалось? Развел. От двух развел, а на третий потерял все. И потерял практически шанс на победу. Хотя здесь всего один танк и нужно с блинком идти убивать. Все, других вариантов нет. Если Стрэндж не нанесет крит дэмэдж оппоненту сейчас, для него это будет провалом, просто фейлом. Сталкерами нужно все вперед идти. Рабов нужно строить, при этом нужно не забывать и сталкеров варпить еще новеньких. Вот еще до варп пошел. Здесь всего... А, два танка есть уже. Ну два танка это уже тяжко будет отбить Стрэнджа сейчас. Так, видит Стрэндж. Видит обсервера вперед, проведи ты чуть-чуть. Ну что же за... Бред-то вообще, ё-моё. Стим Стрэндж, конечно, отменяет Марин Лорду. Отменяет медивак. Танк забирает сейчас. Либератор здесь есть. Либератора надо убивать сразу Стрэнджа. Блинкаться вниз на второй. Да куда ты блин? Вот сюда. Надо к призме было блинкаться. 54.81. Нет, это катастрофа, это ГГ. Если бы Стрэндж сейчас заблинкнулся и привел обсервера дальше, почетче заблинкнулся, пограмотнее бы здесь юнитов забрал, у него бы был еще минимальный бы шанс что-то сделать. Но он ничего не сделал. С другой стороны, он блинк... Ой, этот стимпак отменил. Есть шанс еще похарасить. Ну, парабам-то тут отставание просто колоссальное в итоге. Так, маряки пришли отдаваться на сталкерах. Стрэндж заметил, несколько убил. Здесь сталкера не получилось зайти. Да, варх еще идет. Нужно в кучу бы все соединить, а в кучу все не соединить. Просто Стрэнджу никак. Пытается камни на второй пробить, но... Это печально, короче говоря. Все, пришли сталкеры сзади сейчас помогать Стрэнджу. Ну, немножечко подхарасил Стрэндж. Здесь довар что, адептов пошел? Да, адептов довар пошел. Стрэнджа четырех штучек. Будет врываться на мейн, видимо. А нет, отсюда на вторую будет врываться. Здесь с призмой на мейн будет рыв. Стимпак еще раз отменить надо Стрэнджу обязательно. Ну, стим тяжело отменить. Стрэндж будет. Нужно уходить. Стрэндж пытается уйти. Ничего вроде как Марин Лох не подрел. Четыре ксмки Стрэндж убивает. Ну, кстати, не слабый здесь Харас пошел со стороны Стрэнджа. Но этого недостаточно, чтобы заполучить преимущество просто полное. Ну, заходит. Газ Стрэндж убивает вместо того, чтобы дальше пройти сейчас. Адепты на мейн полетят. Здесь инженерку построил Марин Лорд Стрэнджу на второй базе. Стим Стрэндж так и не отменил. И уходит куда-то. Стрэнджу вот надо. Вот ключевой момент. Нужно еще раз пытаться было стим отменить. Это шанс для него был. Теперь шансов крайне мало. Так, адепты еще раз на мейн зале-то. Танчик идет вперед. Стрэндж видит там... Куда ты уйдешь-то? Да танк за тобой едем! Вообще Стрэндж не успевает наблюдать, что в игре происходит. Но это называется... Ну, хотя здесь мультитаз жесткий очень идет, конечно. Но нужно в таких моментах быть крайне внимательным. Опять Стрэндж нервничает, похоже. Потому что друг по-другому я объяснить это не могу. Такие ошибки жесткие. После этого провала с минкой Стрэндж умудрился чуть ли не вровень вывести, но все равно действует невнимательно. Это уже плохо. Потому что невнимательно здесь... Это ГГ сразу автоматом. Призма живая тут около мейна. Мазеркордом что-то с пилона... А, Мазеркорд с пилона принимать. Сталкеры подблинкиваются агрессивно. Пытают Стрэндж танки забирать. Забирают танки, но тут все под стимпаком уже. И это 1-0 в пользу Марин Лорда абсолютно очевидная. Но ошибка с минкой вначале решила все абсолютно. Просто все. Не надо так ошибаться больше Стрэнджу. У него будет шанс выйти из этой группы тогда. Но здесь есть Гидра, здесь есть Мейджор. И, конечно же, здесь все крайне опасные игроки. Так что Марин Лорда, которого вполне по силам Стрэнджа убить, надо убивать. Хотя Марин Лорд не слаб, понятное дело. Ну что, ждем вторую игру. Что там на ГСЛ у нас? Как-то сегодня наложились прям турниры жестко, я смотрю. А, это не ГСЛ я смотрю. А что я смотрю свой стрим-то? А на ГСЛ пытается классик пушить тут, по-моему, гумиху. Там 1.1 на ГСЛ. Да. Сейчас я добавлю видео, ГСЛ выложим мы. И я смотрю. А, это не ГСЛ. А, это не ГСЛ. А это не ГСЛ. А, это не ГСЛ. И, конечно, может, это не ГСЛ. А, это не ГСЛ. Играет музыка Вторая игра Strange против Марин Лорда у нас идет Так, плюсуйте GSL видео, потому что там 10 плюсиков ваших нужно Там третье решающее начинается Мы уже перешли к SGL Здесь наши бьются Это будет из игры Поэтому, чтобы не пропускать Я перехожу сразу сюда GSL досмотрим в фоновом режиме Буду я вас оповещать, что там происходит Вот там одна игра остается В принципе, самая интересная уже позади Спасибо всем за плюсики Спасибо, Алинг Всем спасибо, ребят Топ плюс овал Здесь 1-0 Марин Лорд, соответственно, ведет Прилетает Риппер какой-то в наглую А, вот Прокси Факта От Марин Лорда еще пошла Он собирается какими-то минками Видимо, Стрэнджа удивить Но у Стрэнджа робот Так, сейчас проверю На Team Liquid вывелся ли стрим Да, вывел сейчас Твич переименую Погодите Все, Твич переименовал Все переименовал Так, Инвейдер Зиг Да, видел картинку Мне меня с этой шляпой не надо сравнивать Это как оскорбление практически Или что ты меня оскорбляешь, что ли Я что-то не понял Ай, ребята Три барака у Марин Лорда Один медиавакс Сейчас три минки будет передроп соответственно Но сначала две Потом еще одна, видимо Или подождет все три Подождет все три Марин Лорд Будет ли у Стрэнджа обсервера? Судя по всему, не будет у Стрэнджа обсервера То есть он не готов к передропу К этому На Мэн есть На второй нету Самое печальное На второй пилоны ни одного нету Вот Сталкеры доваркиваются Прилетают минки Стрэндж внимателен Не очень Стрэндж внимателен Две пробки оставляет Да нафиг отдавать-то их Есть же здесь Есть же здесь Сталкеры Все есть, что надо для обороны Так, минку Стрэндж выбивает А Марин Лорд в это время на Мэн перелетает Ну что ты будешь делать-то, ну ема Ну что за игра такая, блин Минка делает залп Все, можно хоть добычу восстанавливать Здесь КСМ по ступую стоит Ключи на ровном месте Просто Марин Лорд Стрэнджа сатает Как я не знаю у кого Ну в этот раз, конечно, 13 пробок не погибло Что в тысячу раз лучше, чем в предыдущей игре И нужно Стрэнджу как-то, в общем-то, наверное, контр-хара сделать какой-то Понял ли Стрэндж, что это прокси Старпорт? Если Стрэндж понял, что это прокси Старпорт Ему срочно нужно пойти убить эти все здания Если он успеет убить эти здания, то так, Либератор полетел Стрэндж ни хрена не видит Вот потом заметил, среагировал Сталкера потерял, одного одну пробку потерял Это фигня Сразу же минки за Либератором сзади залетают Две штучки Стрэндж видит Успевает уехать Две пробки сливает А куда ты там, он сейчас покуснет Ну нормально Вторую минку на перекопке Стрэндж подловил Здесь третий Некс уже почти готов В плане тайминга третьего Нексуса У Стрэндж все хорошо Старпорт полетел домой Но Стрэндж будет Стрэндж будет сейчас сидеть и обороняться Вот в чем прикол То есть он понимает, что может еще что-то прибежать И идти на рандом там искать этот Старпорт Это ну как бы не очень хорошая идея Здесь два пилона на проходе Кстати говоря, у Стрэнджа Мазерпор Будет он с собой брать? Может быть и будет Робо Бэй Для чего Робо Бэй? Дестабилизаторы что ли? Вообще никогда не видел от Стрэнджа этих юнитов Наверное все-таки колоссы Так, здесь Марин Лорд заходит Стрэндж прекрасно это видит Два пилда хороших Эх, сколько блинком надо контролить Блинк-то есть со сталкеров Не надо так Четыре пробки минус где? На второй базе Ё-моё, опять минка прилетела Одна на муви заходит вообще Вторую на муви Стрэндж ну хорошо хоть эту выбить успел Марин Лорд Тайдс передропываются Стрэндж кажется законтролил направление передропа Идет отбиваться Марики здесь без щитов пока Или не пойдет Стрэндж отбиваться Стрэндж рядом стоит Короче он даже лучше не идти Сейчас он нормально примет здесь все Минеральные линии правда Стрэндж стоит как-то криво Марин Лорд прошел Просмотрел что DC сейчас загрузится И на мейн полетит Да так и будет Ну сталкеры снизу рядом стоят То есть Так Видит Стрэндж там несколько юнитов Марин Лорда На мэне есть колод Сейчас может погибнуть Залетает Медиваки Прямо минеральную линию Хорошо что Марин Лорд так сюда летит Стрэндж заметь же скорее Верчаж раз Верчаж два Нормально здесь Стрэндж все быстро убьет Марика надо убить Он сейчас умно убивает пробок Стрэндж пытается поймать Медиваки Один минус залп Второй пока живет Да Марик здесь разбушевался Он все просто убивает Потерял несколько пробок На ровном месте Здесь минка пытается перекопаться Нет Здесь она ничего уже не выбьет Короче Стрэндж стабилизировался Но Колоссы есть Стрэндж делается Нормально Короче все Считаю что для Стрэнджа Нормально Более-менее складывается Сейчас краем глаза Пока экшон кончился На GSL гляну Там лимиты вообще Вровень просто идут Гумифодлубазовый Какой-то прессинг планируют По-моему Со стимом Ну посмотрим Что там на гумифу будет Так Плюс 4 гейта У Стрэнджа 7 гейтов Очень скоро будет 7 это Будем надеяться Что счастливое число А нет 8 гру Еще добавился 5 Я просто пропустил Или нет Вот последний Был заказан 8 гейтов Короче у Стрэнджа Будет Скорость Таки адептам Блинк уже готов Колоссом Рэндж сейчас будет Готов Армор На Юнитов Готов Нужно атаку Заказывать Вторую После этого Желательно Стрэнджу Чуть-то Колоссов 2 сделал Больше не делает Стрэндж Вообще странно Очень это Если честно Еще с призмой Выход пойдет Да пошел С призмой Выход Гейты Открываются Все 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 Да и в фарже Судя по всему Стрэндж Ничего не будет делать Ведь это Практически Улын С его стороны Марин лорд Уходит Да пусть Надо отпустить Эти дропы Почему Он бы так Заметил бы Выход этот И готовился бы А в итоге У Стрэнджа Есть шансы Либераторы Не разложено Ничего там Не разложено Есть шанс Ворваться Просто сюда Великолепно Пока Либераторы В другую сторону Смотрят Заходит Стрэндж Где основная армия От этого чертяги Вон она где Стрэндж видит Либераторы Пытаются Сиджануться Здесь Одного Стрэндж Все сразу Сбривают Второго От третьего Уходит Немножко назад Но нужно выйти Из рейджа Если ты отступаешь Надо выйти 130 140 135 Пошел Заметил бы Новая Стрэндж Великолепно Проводит Эту игру В этот раз Оборона Была Хорошая И в лоб Стрэндж Флам пробивает Здесь нечего Ловить Марио Лорду Он пишет GG А на этом Турнере Каждая карта Важна Между прочим То есть Если Стрэндж 2-1 Даже проиграет 1-2 Точнее Это будет Лучше Чем 0-2 Так Что-то тут На GSL Печаль Привет Ниц Все Хорошо Мы Водима Как Водима 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 так чугун 167 197 4 база все-таки классно классик кажется тащит Гуми Хорриндж Либератором делает между прочим ребят краем глаза я это наблюдаю неужели доперло до корейцев что нужно это делать и микс то крайне опасный там у него я врубать не буду вам это кто хочет смотрит мы не сможем посмотреть иначе как бы запись не смогут люди посмотреть телепортнулись прямо в либераторов мариков адепты ё-моё как минки там бомбанули что за дичь происходит Гуми Хофф хлам вообще отбивается с рейнджом либераторов вообще 128 на 93 как вообще классика он разгоромил жаль что конечно игры одновременно все идут жесть ребята кто смотрел вообще просто как же там минки жахнули сейчас а еще рейнджа и нету даже либератор но он будет 137 25 да и нахрен этого классика он в плей-оффе есть он в полуфинале старлиги а там одни протасы в проливе в GSL пусть лучше побольше не зеркалок будет в этом плей-оффе Гуми Хофф будет биться короче 4 протаса и 4 тирана будет в плей-оффе GSL вот так вот баланс без зергов B баланс без зергов сверху 3 протаса в сетке 1 тиран а снизу 3 тирана 1 протас ну посмотрим что там дальше будет я уверен что Гуми Хофф уже здесь унизит классика просто далее там дело техники на самом деле с рейнджом до либераторов Гуми Хофф уже это ну прохладная история Ревчик куда-то слился я не понимаю куда он делся вообще почему он отсутствует везде так досматривал краем глаза GSL просто хочу посмотреть как там Гуми Хофф реализует врыв да как реализует на изичах сканы идут либераторов много био вообще еще больше 166-117 по лимиту если еще сканы вопрос хороший думал что есть сканы классик пытается в размен идти как единственное вообще решение в этой ситуации приемлемое он считает ну тут дарки сливаются много чего сливается био стимпатч и Гуми Хоу еще и на третьей базе отобьется с либераторами в легкую 150 на 80 короче Гуми хоть что-то отступает наступает там минная боль 10 минок просто в кофана сейчас смотрите прикол вообще и 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 но но ну за то в полуфинале Старлейге 2 зерк в полуфиналах в рочь в стадии ТОП 4 так ну что ребята Все, ребята, GSL финит а-ля комедия. У Стрэнджа опять же Блинк, опять же Призма. Стрэндж все время катает 6 гейтов. Блинк-пуш, блин, сейчас. А что здесь-то у нас? Ну, Ксилнагу законтроливает Малин Ролл. О, Рейндж Либеркам у Малин Лорда. Смотрите-ка. Стрэндж двигается вперед. Готов ли Малин Лорд отбиться просто в легкую здесь на мэне? Видел ли Стрэндж лабу на Старкорсе? Ничего Стрэндж такого не видел. ПСМ-ку выбивает. Идет вперед. Здесь минки копаются опять. Две пробки. Все, даже вот в этой ситуации, черт при... Можно отбиться без потерь. Все, две пробки выбиваются. Север поддержал ваш канал на сумму 50 рублей. Надеюсь, диван будет черным и кожаным равно. Так. Равно. Нет, диван не будет черным. И навряд ли он будет кожаным. Кожаный на кожаный слишком долго собирать. Так. 75-79. Стрэндж видит здесь... Видит ли он расположение танков сейчас? Стрэндж. Я не знаю. Ему бы на две группы сталкеров поделить сейчас. Два танчика убивает. Стрэндж. Третий на ХГ. Марин Лорд прямо в центр фокусит сталкеров. Это крайне неприятно. В это время Либератор прилетает. И блочит Стрэнджу второй Нексус. Наверх на хайграунд. Там же танк на Си-Джэ. Ну что ж ты делаешь? Тогда заблинкись же ты туда. Ну Стрэндж, я тебя умоляю. Заблинкивается на ХГ. Против Марика бьется. Сталкеров контроль. 72-59. Стрэндж Либератором просто не подрешал. Стрэндж блин кушем в лоб. Марин Лорда по-моему сминает сейчас. Крайне здесь напряженная битва идет. Здесь Либерочек еще один добавляется. Стрэндж только не отдай эту игру. Я тебя умоляю просто. Так. Нужно отступить из-под Либератора. Под Либератор отступает. Стрэндж Мариков сбривает. Нужно зайти на ХГ. На ХГ заходит. Танк фокусит. Либератора фокусит. Нет. Мариков пока Стрэндж фокусит. Но Либератор конечно пытается что-то сделать. Но он ничего уже не сделает. К сожалению. Нужен до варп еще пара сталкеров Стрэнджу. Или пара адептов. Чего-нибудь пары вообще до варп и Стрэндж. Пожалуйста. Все. Сталкеры разгружаются. Здесь Либератор заблочил. Мейн заблочил. Но Стрэндж с дистанц майнингом там просто чудеса на виражах какие-то творит. И все. Нет у Марин Лорда ничего. Красавчик Стрэндж начинает с победы. Это дает ему хорошие шансы на выход из группы. Два Зилка доварпливают сейчас. Нахрен Зилки-то вообще здесь. Почему мешает сталкеров пара? А, ну Зилки чтобы с КСМ-ками драться полегче было Стрэнджу. Так. Банша там какая-то строится вообще. Чего за Банша не понимаю. Переблинг под танк пошел. Танк Стрэндж максимально быстро выбивает. Продолжается прессинг. Мариков фокусит. Фокус в плане контроля вообще хороший. Переблинг вниз пошел. Мас тут ема сколько сколько мулов здесь у Марин Лорда вообще. Куда ему столько много мулов-то понять я не могу. Баншу надо как-то разобрать бы. Здесь Либераторы все еще блочат. С ними ничего не поделать. Неужели Стрэндж отпустит? Нельзя ему давать на мэйни здесь. Ема Стрэндж что ж ты творишь-то, а? Ну все тут Банша ема 3 ТНТЦ Либератора. Вот этот смотрите он ничего не блокирует вообще сейчас Стрэнджу. Дистанс майнинг продолжает идти сейчас. Либератор улетает у Марин Лорда и он подальше так он домой полетел что ли? Он куда-то улетел вообще сейчас. Сталкеры приходят пробки на мэйн перелетают сразу же на добычу. Марин Лорд сидит боится там где-то на мэйне. Либератор туда-сюда летает. Надо сейчас принимать у Стрэндж заметь же ты его ема вон он летит. Куда он летит-то там? Ну и все он сейчас рассидится а нет он никуда не денется здесь некуда ему деться. Все минус 0 Либератора молодец. Здесь кстати если Скар Вижн дать отсюда можно убить его. Марин Лорд пытается с мэйна отстроиться выйти вообще-то на вторую обратно. У Стрэнджа дистанц майнинг все еще идет. Сталкеров ну что Марин Лорда есть? Один из Мариков 2 Либератора 2 Банши-танки ёо моё и Марики со Стимом нет Марики без Стима это очень хорошо для Стрэнджа это шанс. Так что-то я забыл добавить да? Сивера я забыл добавить спасибо тебе Сивер я здесь среди теней давай сейчас добавлю чуточку позже тут ключевой момент вообще в игре Стрэндж собирается блин куш делать адепт заходит на вторую танк минусует Стрэндж Мариков минусует Марики без Стима Марин Лорд приводит еще один танк нужно Баншу забирать стараться уходят Стрэндж вниз есть ресурсы на подвар сталкеров 60-47 по лимиту все-таки все-таки Стрэндж впереди здесь все танк отфокусил фу слава богу я уж думал сейчас Стрэндж умудрится отпустить эту игру но Стрэндж Стрэндж умудряет все-таки выиграть эту игру какая вообще битва жесткая здесь идет или не выиграет еще Стрэндж пока хотя нет до вар пошел да блин я не знаю в ту речку сфокусить чтобы призма спокойно здесь летала за блинк на мэн сейчас со стороны Стрэнджа идет начинает кстати стимпак нельзя давать доделать сейчас ни в коем случае я уже прям говорил ксм нужно фокусить все нужно фокусить можно призму да привести чтобы на призму контроль был неплохой агрессивные блинки от Стрэнджа нелепые идут ну вроде как все нормально и вроде как Стрэндж добивает здесь все на призму либератор раскладывается надо переблинкнуться вниз сейчас Стрэндж с либератора забили все забирают Стрэндж с либератора на призму сталкера прячут марин лорда бомбит и он выходит просто из игры с либератора гидромарин лорда зацена с либератор на призму быть next с либератор в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поддерживайте меня и мой канал... Еще как у тебя Verum по итогу GSL ситуация сложилась... Продолжение следует... 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 Так, пока черкают карта, ребята, я сейчас быстренько... Не расходитесь, конечно же. Кто тут у нас? Вот кто тут у нас ходит, потягивается. Вот как, вот как. Ну, что-то наглое мотое. Пока занят черлес. Погода что-то у нас сегодня хорошая прям. Так, позвонить мне надо, мне же звонили, точно забыл я. Ребята, сейчас перезвоню. Всё. 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 Тaceак. Продолжение следует... 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 Марин Лордом. Минки изживут пока. Но в итоге и минки упали. Марин Лорд постоянно хочет вот сюда дропнуться и криво где-то внизу дропается. Гидра еле-еле отбился. Четвертую спас. Блин, Марин Лорд даже четвертую не выбил. Ну как так-то вообще? Это же полный фейл. Ультралы сминают все. Тут по ультралу залп пошел бабах. Уникальный армор готов. И сейчас 3-3 Гидра будет против Марин Лорда. Просто, ну, градов 2-2. Это печаль. Минус 4 дрона. Ну так, хоть дэмэджи эти минки нанесли не бесполезно. Ну да, согласен. Я от Марин Лорда может требую вообще космоса какого-то. Чтоб он вообще и фокусал все идеально еще. Как Бьян. Нет, так как Бьян, только Бьян может и то. Он может только на корейском сервере. Ну на своем точнее сервере. Вот. Марин Лорд не может так. Марин Лорд сплитится, хотя бы что-то делает. Ну когда просто битва зависит от того, от двух пейнов, и ты просто улетаешь, не отфокусив, вот как тогда. Просто прикол в чем? Задача-то просто, ну, правой кнопкой нажать на них, и все. И остальные юниты сами погибнут там. Даже на пинге. 200 пинг, это не такой гигантский пинг. То есть, задержка чувствуется, но она небольшая на самом деле. Так, 4 бейлинга линги заходят на третью базу. Бункер Гидра собирает уничтожить, уничтожает бункер. Бункер вычинивает. Марин Лорд, смотри, Гидра не стал, не зафокусил. Его стимпачиться мариками нужно. Мариками Марин Лорд чуть не стимпачиться, но и так достаточно. Бинги не с той стороны забежали. В это время Марин Лорд приходит с узкого прохода, наламывается. 4 либератора, как же они по ультралам бомбят? Ну, био не хватает здесь. Королевы подставляются, королевы падают. Все вообще... Ой, как больно. Ой, как больно ультралам. Ой, как вообще здесь Марин Лорд бомбит. Куда ж ты Гидра полез? Ну, скорее играет Гидра. У Гидры тоже все крайне тяжело здесь. Надо хату убивать. Караптеры первые вылетают. Надо Караптеров убивать. Опять ультралы под Либерфов пошли. Просто ультралы сейчас погибнут от Либераторов и Марики убьют Караптеров. Вот все, что здесь и произойдет, я так думаю. Караптеры падают. Либераторы все еще два живых. Марин Лорд пытается забрать здесь все. Забрать все. Получится у него. Не знаю, получится ли прям все забрать, но он в любом случае в плюс дерет. Тем более с мейна цешечка на четвертую перелетела. Блочит на второй. Все базе в нафиг сейчас. Ну все, победил, победил. Марин Лорд первую игру прямо я удивлен. Так, да. Есть и пинг Там чувствуется вообще легенький Даже не надо привыкать особо к такому пингу Сверху 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 Ну посмотрим Ну а Гидра и скорее играет Поэтому с ним будет попроще в тем В принципе играть Так на мувилинге у Гидры Марин Лорд Иж контролит Но крайне тяжело Расконтролить Двумя мариками Четырех лингов С мув именно Все запилил линга КСМ наглого Марин Лорд отбивается Ну и ранее Стим опять же Бил такой же Как и в предыдущей игре Абсолютно А здесь Роуч Ворон Это не Это агрессия Гидры какая-то Какого рода Агрессия Или это оборонительный Нет это оборонительный Роуч Ворон Третью хату Собирается стоять Чертяга смотрю Парабам в плюсе Кажется Чертен Порабам Провер EU Еще Констאל Выснона Погодите, или все-таки... Нет, это все-таки третья хатка. И дальше пуш. Марин Лорд заметил третью. Но пуш он пока не заметил. Вот если бы Риппер стоял вообще с края, вот здесь вот, скорее всего, Марин Лорд видел бы всех этих реводжеров и все проходящее. Ну да, если бы он вообще на краешке стоял, он бы заметил, что происходит. Уходит Гидра сейчас. Марин Лорд овер ему подрезает мариками восьми. И улетает назад. Заметил пуш сейчас. Молодец. Сейчас стимпакт будет готов. Все, готов стим. Надо с КСМками принимать бой, Марин Лорд. Он стимпатчится, принимает бой. Гидра заходит, просто отдается в мясо вообще всеми юнитами своими. Это А2-0, ребят. Марин Лорд против Гидра, я так понимаю. Ге-ге. Гидра сам сказал, что в Корее сейчас. Я не знаю, в чем причина. Следующая игра у нас на сегодня, это Гидра против Стрэнджа. Да, и прямо здесь она будет, собственно говоря, скорее всего. Лорд. Гидра против Стрэнджа. Гидра. Привет всем, кто недавно пошел. Все, Стрэндж против Гидры сейчас, ребята, будет. Посмотрим, Стрэндж, конечно, нормально, он, Марин Лорд, справился. Посмотрим, как Стрэндж справится. Стрэндж справится. Стрэндж справится. Пошел инвайт, подчеркали в общем-то. Продолжение следует... 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 Здесь даже пилоны на третьей не заказаны. Что за косяки-то такие, какие-то стрёмные, а? Ревелэйшн пошёл какой-то странный вообще от Стрэнджа. Ну, убил Крептумар, а дальше что? А оракулы без энергии практически ничем помочь не могут адептам фактически сейчас. Нужно отступать назад, потому что пилоны на третьей стоят, да. И нужно просто уходить домой, иначе, блин, Гидра сейчас примет адепт, просто и всё. Не стал Стрэндж телепортироваться, естественно, логично, если бы он туда телепортнулся, это значит была бы ошибка, провал контроля просто. Ну, вот Твайлайт доделывается. Я так понимаю, блин, куш будет от Стрэнджа, он любит делать блин, куш сейчас вот с трёх бас, вот таким стилем выходя, да. А у Гидра что? Линги Роучвор, он строит коготь Реводжера Линга Беллинги, судя по всему, других я вариантов здесь и не вижу, что это может быть, потому что вроде как-то очень похоже на этот билд. Вот у нас линги по карте билд. Оракулы живут у Стрэнджа, это хорошо. Здесь адепт СН3 плюс Мазеркор с оверчажами в лёгкую отобьёт некто, если Гидра сюда захочет наламываться. Так, оверсет вылетает, Феникс видит прекрасное вот. Надо Феникс контролить, и то, сколько, единственное. Так, вылетает Оракулы, Стрэндж, Гидроконтроль от рабочих, Ревелэйшн кидает, подрезать Стрэндж ничего не может. Призма заказана, да, блинг, да, три гейта, а сколько в общей сложности гейтов? Ну, шесть точно есть, и ещё три заказываешь, сейчас девять будет. Девять нормально, девять-десять. Тут уже как-то, ну, непонятно. Так, 136-141, Реводжеры, Линго Бэллинги у Гидры, два-один грейды уже делаются. Есть Ревелэйшн-то хоть у Стрэнджа? По Бэйнам Ревелэйшн пошёл, Фаербула, пошли Стрэндж, блин, Филдов наставил, как криво. Здесь, так, что, будет Стрэндж пушить, пожалуйста? Нет, он уступает, он добавляет два роба, собирается в колоссов. Выходите, с Мазеркуром надо всё это отогнать, хлам этот Гидра. Ну, кстати, то, что Оракулы живы, хорошо. Если Стрэндж их не отдаст, он просто подкопит ими сейчас энергию и просто-напросто сможет Гидру принимать все эти выходы странные. Ой-ой-ой, здесь врыв идёт со стороны Гидры, Маз, Линги, Реводжеры, всё туда идёт сейчас. Сейчас пробивает камни в Стрэндж. Всё, Линги заходит, их просто невероятное количество, нужно четыре оверчажа сразу ставить все. Да, варф, адептов пошёл, конечно, но поздно, как-то пошёл. И адептов здесь мало, мягко говоря. Итак, ещё один оверчаж, Гидра в клан. Стрэнджает, два-один грейды. Адептов пытаются варфануть новых, но я боюсь, что даже эти адепты сейчас Стрэнджа не спасут. Здесь нужно сталкеров или что-то оттянуть. На 14 пробок уже минус. Короче, Гидра просто пришёл и Линга мисс Гры Стрэнджа. Где были Оракулы, где его армия, почему она стоит? Ну, нету врыва здесь реводжерами. Развёл просто дёшево сейчас. Не успел оборону. Стрэндж, как можно не успеть было сейчас оборону построить? Я бы уже поражён здесь, конечно. Так, пилды здесь. Гидр прошатывает. Ну, 170-120 думаю здесь. Хотя нет, ещё пока не очевидно. Колоссы строятся. Сплитятся. Стрэндж нужны новые филды. Нексус отменяет, пытается отступить. Короче, если Стрэнджу Мейджера надо будет выигрывать. В итоге получает ситуация, когда Стрэндж вообще может не выйти. Выиграл Марион Лорд, да. Марион Лорд выиграл Гидру. Причём Стрэндж выиграл с счётом 1-2, а тут 2-0. Там 2-0 было. Короче, Гидра Стрэнджа в хлам укатывает просто, ребят, в этой игре. 2-0 будет. Сейчас ничего Стрэндж не успел, ни во что выйти. Может, пинг, может, нервничает. Ну, первую очеза, конечно, не надо так было отлетать, но как-то без шанса смотрелись оба игры, если честно. Ошибочки от Стрэнджа. Всё-таки есть ошибки, которые не позволяют ему нормально отыграть. Так, это третья. Вот Рибл у нас. Мейджер Гидра сейчас будет. Мейджер Марион Лорд, Мейджер Стрэндж потом. Ну, будем смотреть, что-то. Стрэндж потом. Стрэндж потом. Стрэндж потом. Спасибо, Эмман-918, что смотришь, ждем. Продолжение следует... 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 Так, ну полетел рипером по шателу мейджор, линга дрончика убил, гидр пока третью ухату не делает. Мейджоры гелики строятся, четыре уже есть гелика. Кстати, сегодня кто там у нас гумиху или кто, а, или marine lord здесь, со strange, да, marine lord, ninja fusion core стайл, то есть вы просто строите fusion core где-то здесь и делаете ренч-либератором. Это может работать. Ну контролит тут мейджор ездит, скриптуморы подрезает гидри, теряет одного гелика из-за этого, ну ничего страшного. Еще-то рипер у нас сидит здесь вот на интересной позиции между мейном и лоу-граундом. Ну что-то мейджор забыл, походу, про рипера, про этого, нужно вспомнить бы ему побыстрее, а то... Так, пять-шесть гелионов, семь гелионов заезжают, ребят. Здесь две королевы плюс ринги. Контроль мейджора оставляет желать лучшего, и это при всем при том, что он играет своего сервера, блин, а. Здесь ливератор летит, здесь спорочка по имечку добавляется. Абсолютно ничего геликами не сделал. Третью точку прям в наглую на лоу-граунде строят на третьей базе. Летает мейджор. Подрезает овера. Опа, стиль либератора халбаты, кстати, играл мейджора. Обратите внимание, я думаю, что гидра уже понял, что происходит здесь. Здесь не получится, да, готовность оверсира убить. Всё, гелиончики вперёд едут. Трансформируются. Либерки есть. Гелионы ещё плюс есть. Третья базе. Плюс два старпорта. Идёт мейджор вперёд. Как бы играет масса либераторов, а рейндж-то либератором будет вообще делать. Не пойму, чё мейджор летает. Пока халбаты атаковали, надо вовремя было просто либераторов, по-моему, засиджить там и в осадное положение разложить и попытаться что-то сделать. Но мейджор решил, что уже ничего тут и не сделать. Отходит назад. Надо вычиняться ему сейчас. Фьюжн-кура как не было, так и нету. Мейджор-клор. 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 Так, вычинивает тут все мейджор, хелбатов, нет, либераторов вычинивает он сейчас, нет, он и хелбатов тоже вычинивает, а нахрен его чинить вот в раскладке, я не понимаю, преврати ты их в гелионов и вычини спокойно вообще. Караптеров, масс караптеров гидра надобавлял, и что дальше? Есть достаточно много либераторов. Гадить на цс-шку гидра начнет, пару первых викингов готовы мейджора, ц-шку надо вычинивать обязательно. Так, ручи пошли, там ручи хелбаты с гелионами зашатали, караптер отлетает назад, туретки справляются с задачей обороны вместе с викингами и либераторами. Приходят королевы сейчас от зерга, нужно развернуться, как-то либерков, наверное, разложить против королев. Туреток много, караптера здесь уже ничего и не сделают, грубо говоря. Ну, сюда разложить надо. Так, автотурили. Короче, мейджор как-то долго раскладывал, вот реально сразу разложил либераторов, этих проблем не было, просто гидра отщелкал ровучими туретки понемножечку и начал дальше давить сейчас. Мейджор пробивает. Так, пробивается гидра сюда ко второй базе. Недостаточно банши, чтобы справиться с обороной здесь вот быстро. Либераторов мейджор вообще не раскладывает. Что творить-то? Так, пытается гидра на мейн зайти. Либераторы бомбят, не слабо на самом деле бомбят, но криво разложено. В итоге, вместо того, чтобы ценой рабов убить либераторами, все разложил сюда. Она вот на рампу была раскладывать обязательно. Нескончаемый поток юнитов от гидры тянется сюда. На третий сейчас проблемы будут. Наконец-то мейджор отбивается, кажется, но нет, еще пока он и не отбивается. Линги заходят на вторую линги, на третий. Просто инфраструктуру все уничтожают. Как бы боевой лимит, да, есть у мейджора. Да, у него грейдов достаточно много будет сейчас. Но на мейне еще даже не отбился он. Вот в чем прикол. Там до сих пор ровучи линги присутствуют. Нужно Баншой выбивать все. Выбивая все Баншой, соответственно, у нас с мейджор и либератором. Продолжение следует... Так, ну 98-114 стабилизировало здесь более-менее все. Пытается тут гидра шатать на подземном муве. 2-1 грейды доделываются у мейджора. Но вот эти грейды, кстати, будут решать очень-очень сильно, почему фьюжн-кор не хочет сделать или что там надо. По-моему, фьюжн-кор ведь надо для скорости Баншан сделать. Сделал бы фьюжн-кор, но, видится, нормально бомбил бы просто. Кораптеры опять у гидропатрулей. Это один из есть, еще строится несколько штук. Там три дрона кто-то минуснул. А, это либератор прилетел сзади неожиданно тут бомбить. Третью атаку уже мейджор заказывает воздушному. Но ему надо как можно больше Баншей Викингов, что он и делает. Либераторов 4 штуки, больше особо и не надо. Вот я вижу фьюжн-кор. Да, мув Баншей обязательно нужен мув Баншан. Причем, если сделать инвисп, смотрите, зерк наглеет и вообще без спорок у него. А вот здесь есть спорка. Но с таким количеством Банши просто полетел и забрел базу, например, в легкую. Так, заходит гидра со стороны камней. Здесь, кстати, прикрытия никакого у мейджора нет. Но много викингов достаточно уже у него. 11-4 либератора, 14 караторов. Можно биться, можно биться. Снимается мейджор, видит, что гидра пробивает проход. Здесь ключевые игры, здесь грейды 2-2 делаются. Так, на роучер отказывается. Дефенс-дрон успевает выставить мейджор. Либераторы бомбят неслабо. Викинги с караторами дерутся за счет грейдов. Пока что викинги тащат, и за счет дефенс-дронов Банши разваливают все. Либерков можно сложить. Мейджор разваливает гидру, между прочим. Нужно вычинить грейды. Срочно нужно вычинить грейды. Ребята, вычиньте грейды. Вот они горят же все, мейджор. Заметь же ты. Не замечает мейджора, что здесь банши нет. А вот заметил, чинит все-таки армори свои. ГГ пишет гидра. Не продавил он, молодец. Там Либератор где-то его шатал, не знаю где. Но молодец мейджор, пусть он лучше шатает, чтобы у них не было там халявных побед. Мы ждем следующую, вторую игру гидра мейджор. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в общем-то, в предыдущей игре что случилось? Просто Гидра не втянул прессинг, и действительно ему ГГ был. У Гидры 0-0, у него ни на одного юнита, ни одного грейда не было. У Мейджора 3-2, точнее, бандши. Представьте, Викинги. Там Викинги Караптеров при таких грейдах убивают. Просто в хлам. Аксель 93, привет. Пул 1-й у Гидры, между прочим. А у Мейджора прокси барак. Ну что, с одной стороны, пул 1-й контрит прокси барак. С другой стороны, Мейджор может выйти в факту, там, СЦ-шечку. И если дома здесь Гидра ничего ему не сделает, то все в порядке у него будет, скорее всего. Ну, все будет зависеть от того, как Рипера сконтролят, как Гидра будет действовать, сколько лингов заказывают. Так, тут что-то Мейджор с Марио Линго словил. Еще одного Рипером поймал. Видел ли Гидра барак? Нет, Гидра барак не видел. Зато Гидра видит СЦ-шечку. А, здесь Роуч Ворона от Гидры. Вот оно что, смотрите-ка. Полетает Мейджор, видит Королеву, но... Короче, игра будет быстрая, но... Но... В чью пользу, пока непонятно. Если Мейджор не поймет, что происходит, то он может затерпеть. Если поймет, то сейчас танк просто сделает, а не какие-то другие юниты. Тут АА может вообще все нормально быть. Факта, но на факте лаба нужна. Мейджор не делает никаких лаб. Сеточка в темах дня. Так, смотрите. А, это реактор. Нет, это Мейджор УГГНчик, скорее всего. Роучи 7 штук, они все сейчас вперед уже пойдут. Мейджор что-то летает зад-вперед. Неужели, блин... Гидра, кстати, постоянно это делает. С ним нужно ожидать вот таких билдов халявных. Так, пошел барак. Плюс один на роучи. Это... Это не грейды. Против 3-2. Суть не меняется. Тем более, всю игру их не было. Так. Пусть упадают марики. Заходит Гидра. 1-1, ребята. Ждем третью игру. Точнее, сначала ГГ ждем. Ну, абсолютно очевидно, сейчас ГГ будет в ближайших пару секунд. Не, ну, Баншу, конечно, строит Мейзер. Ну, а что это Банша даст ему? Да ничего не даст ему. Оп. И туда нажал. П southern. Пусть ясно. Пусть ясно. Пусть ясно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 HeroTorzok Через 8 dejку Утец Подабот Ranch ДимаTorzok Внутри ДиваTorzok Мейзер Включая Дол Ergebnis Размешивается Мейтар Мерите Эди Гронок падает уже реально много Нужно отступить бы сейчас назад бы Что мейджеры делают? Вступают под либераторов Гидра заходит в наглую сюда Здесь за три фаербола Убивается два либератора Но мейджер, смотрите, как шатает С разных сторон гидру 2-2 грейды делаются Просто царь, я вам скажу, царь мультитаска какой-то Мейджер с мейна перелетел Тоже либератор-то что? Либератор на мейне остается Роуч не успевает прийти Либератор прям минеральную линию облочит Кажется, мейджер гидру втащит Сейчас здесь уже просто бамба лейла идет полная Рабочих 19 уничтожено Пытается мейджер куда-то еще дропнуться В неожиданное место Здесь цц, здесь мазбил Танков 5 штук, конце-то концов И все равно гидры больше У гидры такой стиль Роуч и реведжеры По нему всегда зерга больше практически Но он против определенного микса Именно такого с танками Он просто терпеть рано или поздно начинает Танки все снялись Сиджа, мейджер идет вперед Медиваки нужно все взять Чуть взял так мало бил Медиваки забыл Здесь группа гигантская стоит Вперед не идет Вот же медиваки есть сзади Мейджер просто не видит это Ну, что за бред А вот забирает Заметил, молодец Здесь три танка Что-то снял Что снял-то вообще Что-то у мейджера какой-то Адок пошел вообще Дрогает танки Идет вперед Плюс один Сейчас эти на танки Уже будут готовы Грэйдэ Нужно бы просканить Будет сканить Здесь забегание от гидры На третью Ровущими смувами Скан вообще не в тему Ничего не получится С сканом сделать Здесь мейджер вперед Собирается заходить Короче, два-два Практически мейджера Два-один мейджера На один-один гидры Рейнджовые Грэйды Естественно, это не очень хорошо Часть био вообще мейджер Почему-то свою не контролит Вот сейчас только заметил Пошел замес Гидра вовремя камня не проявил За это может похватиться просто Так, врывается сзади гидра Здесь мейджер либерков разложил Сзади врыв Обрезает сейчас Либераторы бомбят жестко 157 на 115 ГГ Пищет гидра Мейджер 2-1 Ну, молодцы Этот Майнлорд мейджера Ушатали Гидру Стрэндж не ушатал И сейчас что у нас У нас сейчас 2 осталось Матчи у нас Мейджер Майнлорд ТВТ у нас будет Пользователь Андрея Митенко Активировал премиум на ваш канал Спасибо, Андрей Митенко Так Короче Ситуация какая Мейджер 1-0 Гидра Ну, сейчас посмотрим Посмотрим Все будет решать Сейчас Майнлорд мейджер И мейджер Стрэндж Игры Еще шанс есть Устрэндж пока выйти Стрэндж 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 Марин Лорд группу вступает, фу, Марин Лорд. У гидры 3-4, сейчас гидра вообще ничего не решает, 1-2 у него, то есть у мейджора 2-1, сейчас с Марин Лордом будет биться, у кого-то хуже, у кого-то лучше. Короче, решит все, тут до последнего интрига сохраняется, то есть если Стрэндж шатнет, то он может выйти вполне далее. Тут все будет решать карты, поэтому как бы будет все очень опасно здесь. То есть в принципе неважно Стрэндж, кто вы, мейджор там или Марин Лорд, ему пофиг вообще. Он в любом случае может выйти как бы выиграв мейджора, но будет от счета зависеть, конечно, все будет зависеть от счета. Но с первого места уже по ходу Стрэнджу не выйти будет, скорее всего. Хотя даже с первого теоретически можно, да? Ну да, если Марин Лорд выиграет мейджор, нет, если Марин, а, то есть мейджору надо слиться, получается. Марин Лорд, да, если выиграет, у него в любом случае будет минимум 5-3. Кстати, 5-3 будет, у Стрэнджа может быть 4-3 только максимум, если он 2-0 выиграет. А 5-3 лучше, чем 4-3 по картам, соответственно. Ладно, вперед забегать не хочу, пусть Стрэндж просто выигрывает. Надо смотреть, надо смотреть ТВТ, ждем начала, поехали. Игра приостановлена. Так, не тот создали, надо не вест, надо ист делать хост. Как это определить? Ну, Восточный у меня с Центральным вообще одинаково. В США три серого, Центр, Восток, Запад получается есть. Так, сейчас, ребят, буквально секундочку, подождите. Нет, сейчас заново в игру зайду, а тогда подождете немножечко. Так, захожу в игру. Вот, ладно? Продолжение следует... Ну что, сейчас игра стартанет, я на минутку отойду и вернусь. Продолжение следует... Опять какая-то хняда. Сколько можно-то вообще? Всё, наконец-то здесь. Погнали! Всё, секундочку, ребят. Вроде началась игра. Сейчас буду. ТСМ готов! 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 Пальнулся чуток. Сейчас. Вот. Ну всё нормально. Что у нас здесь? Марин Лорд, Риппер и два барака. Мейджор, Риппер, Факта. ЦСшечка у нас. Ну посмотрим, что эти два барака сейчас от Марин Лорда сделают. Ну и после этого, напомню, будет после этой игры будет последняя игра. И ещё у Стрэнджа даже шансы есть на выход у группы. Игра будет Стрэндж против Мейджора. Так. Ну посмотрим турнирный расклад после того, как этот матч кончится, когда счёт будет запилен. Он уже прилетает к Марин Лорд к Мейджору. Точнее, Мейджор КСМ приезжает. Марин Лорд её минусует. Два Рипера есть. Плюс один ещё сзади. Здесь строятся два Марика и Гелик. Один всего лишь Рипер у Мейджора. Это всё, что у него есть. Марин Лорд летит вперёд. Он даже третьего ещё не подождёт. Я не понимаю. Так. Заходит на ХГ. Марики выходят. Гранат кидает. Провальная граната сейчас от Марин Лорда. Вообще в молоко. Никуда. Непонятно вообще. Он кинул. Ного Рипера отдал и у меня улетает. Ну два хоть живые, то хорошо. Но то, что Мейджор так легко отбился здесь для Марин Лорда, это очень печально. Почему? Потому что, соответственно, навряд ли получится сейчас ещё врыв один сделать при потере Рипера удачный. А здесь ещё и контр-врыв от Мейджора идёт. Марин Лорд где-то вдалеке. Сейчас Мейджор залетит, начнёт контролить. Марин Лорду придётся здесь дефицит от Риперка. Ещё и здесь самому врывку это делать. Здесь два Гелика и несколько Марика просто есть. Ну вот, Марин Лорд, четыре Рипера хорошо прилетают. Гелики делают им больно. Марики пришли. Ну здесь Мейджор одним Рипером убил столько же, сколько Марин Лорд четырьмя. Понимаете, в чём разница? Всё, КСМ-ка погибает. Мейджору нужно улететь. Ещё можно ему раз ворваться и ещё раз там напрягать, на самом деле, Марин Лорда. Здесь у нас Марик Плют Гели. Хорошая граната. Залетает Марин Лорд. Ну, Мейджор тут всё замечательно делается. От гранатки сел в Медивак очень неплохо. Рипер всё ещё на мейне летает, шатает. Гранаточку можно Мариком кинуть. Медиваков скоро ещё не будет. Поэтому дэмэдж нанести очень сильно решает Мариком сейчас. Если особенно Мейджор на Медиваке полетит. А он летит на Медиваке сейчас сюда. И чем больше дэмэджа Мариком будет нанесено, тем лучше. Я бы даже на его месте вообще бы Мариков бы шатал бы старался. Так, Гелики и Рипера встретили. Риперы отдались, соответственно. Залетает Медивак. Что, Марин Лорд пойдёт отбиваться? Да, пойдёт Марин Лорд отбиваться. Но я боюсь, что он Мариков с Медивака просто не сможет убить своими Мариками. Хотя нет, здесь многовато. И Мейджор тут криво за контролем. Нет, здесь намного больше. Голоди где-то 8-9 приняли боя у Мейджора. Всего ничего. Там было 6 Мариков, по-моему, у Медивака. 2 места свободных было. Приходит Мейджор Либератором. Пытается здесь заблочиться. Прямо на Мариков хотел разложиться. Но это слишком нагло. Ну, шатает Мейджор хорошо. Надо разложиться сейчас на минеральную линию. 2 КСМа погибнут скорее всего у Марин Лордовских. Здесь Мейджор летит на второй. Вообще Либерок прикрываться будет этими Мариками с этого Мейджора. Еще и гелики сюда приехали. Вообще беда. Проблемы у Марин Лорда гигантские здесь, ребят. Секундочку. Семь. Удалее. 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 Вдалее. Удалее. Какое поделение на тренировку. Семь. Я тут тоже не думаю. Удалее. 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 Ну чё, тут танк начинает бомбить. Марин Лорд со Стимом, но Стим не спасает в таких ситуациях. Мейджер, кстати, убивает Марин Лорда сейчас. По идее, как бы, если, например, Мейджер сейчас Марин Лорда укатает 2-0, даже при проигрыше теоретически Стрэндж может пройти, но там надо по картам смотреть. Ну и Стрэнджу, конечно же, нужно будет хотя бы карту взять. Ну и лучше, конечно, выиграть Мейджера ему, иначе беда. Так, Марин Лорд точно не хочет сливать, но здесь уже 20 лимита разница, я думаю, здесь практически всё очевидно. Хотя у Марин Лорда 30 сэшечки было, ну вот он хочет на это рассчитывать, видимо. У Марин Лорда сейчас щиты ещё будут готовы. Так, по Марикам залп. Мейджер поздно замечает, что здесь танк атакует. Так, Марик пришли вперёд. Секундочку, выбивает. Ну, танк влочит минеральную линию, то есть цели преследуемые мейджером, в принципе. Цели преследуемые. В общем-то, сбывается вот это всё дело. Достигаются эти цели преследуемые. То есть, влочилась... Какие цели преследовал? Минеральная линия влочилась. Чего-то я прям заговорился уже, задолбался маленько. Так. Спасибо. Так, так, ну что тут, в общем-то, летает Мейджор, залпы к Марин Лорду. Посмотрите, Марин Лорд спустился вниз и сразу третью занял. По рабам вообще одинаково, по-боевому надо, ну, в половину. Какой у Мейджора билд ущербный, а? Посмотрите, насколько поздние щиты вообще. Не понимаю, почему он так долго их делает вообще по этому билду. Ну, здесь столько лимитов, даже без щитов Марики, по-моему, на оклике все сомнут просто там Малин Лорду. Еще бы танки Мейджор бы с собой выбрал, но он хочет на вторую залететь. Сейчас Малин Лорд потеряет позицию, Мейджор зайдет просто на третью, видимо, и все будет ок. Так, и танки прилетают, Марин Лорд этого просто не видит сейчас. Здесь Мейджор тоже залетел. Семь КСМ-ок на вторую уничтожено уже. Так, Марин Лорд Мейджор ублощит. Врыв сейчас. Ну, 97-156 по лимиту, это, как вы понимаете, уже жестко. А что Мейджор пытается сделать? Мейджор пытается хоть что-то найти уязвимое сейчас. Находит реактор Барак. Передроп на ТГ. Пошел Гэй пишет Марин Лорд, почему пишет здесь танки. И дропчик на третьей базе. Но Мейджор вот таких дропов он царь, с ним надо вообще аккуратно, предельно быть. Готов ли странич к этому будет? Я без понятия вообще. Ну, ждем начало следующей игры. Ну, преимущество Мейджора в сервере еще определенно как бы есть здесь. То есть, он на американском играет, а Марин Лорд с Европы. То есть, он на Америке на своем в данный момент. Так, там больше и через группу хруст создают. Так, что-то Мейджор зашел, а потом вышел. Что случилось, я не знаю. Галактический процесс, вторая карта у нас. Короче, сейчас ситуация какая складывается. Получается, Мейджор 3-1 в данный момент идет. Марин Лорд 3-3 сейчас идет. Поражение как у Стрэнджа уже. То есть, Мейджор будет 4-1, если он выиграет 2-0, его уже ну никак не обогнать будет вообще. Как Стрэнджу. Да даже если Мейджор сейчас проиграет, у него 4-2 будет. То есть, Стрэнджу все равно не обогнать Мейджора, даже если он 2-0 его зашатает. Марин Лорд будет 3-4 по картам. Гидра будет 3-4 по картам. Если Стрэндж проиграет Мейджор 1-2, он тоже 3-4 будет по картам. Будет прикольная ситуация. Но вот если выиграет Стрэндж, то он 100% выйдет со второго места тогда. Ну вот тут конечно такой состав игроков, что просто я не знаю. Столько корейцев. Тру, Бьян. Лучше на Тру, наверное, чем на Бьяна попадать, не знаю. Хотя Бьян скорее играет. Не знаю, посмотрим, посмотрим. Ну вот это все эти сервера. Неродной сервер. Тяжело все это дело. Все дела. Т��. Союза. 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 У мейджера риперфакт, а нет, марик факта, мейджера передроп здесь через рипера, опенинг просто стандартного. ЦЦ пошла, мейджер веет и домой улетает сейчас, что делает мейджер-то? Спалил его марин лорд стопроцентных, я уверен, что заметил, о ней не заметил ничего марин лорд вообще, мейджер сныкался просто за камнями и все, марин лорд полетел, оказалось то в рейнже ксм здесь проходит, но буквально в миллиметры от рейнжа, видимо, прошла. Сетка и призовые, все в описании дня, темах дня, так, марик есть, рипер заказан сейчас после марика, мейджер спускается, рипером вниз, пролетает на гранат, попадает, нужно назад отойти. Гиллиончики строятся, у гиллиона рипера есть один марик, все это дело идет вперед. Так, ксм-ка заезжает, реактор на бараке, на факте, просто гиллион один строится, здесь рипер залетает, да ксм-ку надо убивать, все, мейджер потерял драгоценные секунды, был шанс тут сразу прилететь, гранату кинуть и убить, ксм-ка марин лорд спасает, сссрщик усел, молодец. Марик приходит, мейджер заходит на рампу и беда, просто здесь беда, марин лорд принимает его и кажется у мейджера проблем, просто провальнейшее исполнение того, что он делал сейчас, происходит сейчас у мейджера, марин лорд не стал лезть, надо заходить, надо врываться, куда ворвется там мейджер, рипером на мейн врывается, здесь никуда не будет врываться пока. мейджер сссрщик устроит, здесь уже перелетая ситуация по лимиту, крайне печальная здесь вообще. Так, погодите, а если... Пристройка завершена. Короче, если марин лорд возьмет одну карту, у него 4-4 получается, будет там... Стрэнджу просто выигрывать надо будет мейджера, неважно с каким, хотя нет, кстати. Если марин лорд хоть в одну карту возьмет, то у него будет 4-3 тогда, а не 4-4. А если Стрэндж выиграет 2-1, то он тоже 4-4. А марин лорд, он выиграл 2-1. Короче, Стрэнджу надо просто будет выиграть, получается. В любом случае Стрэнджу нужно выиграть будет, при любом раскладе получается, что так. Ну, здесь уже все печально, конечно, у мейджера очень даже. Не успела минка жахнуть, вот если бы успела, было бы Танчику больно, конечно. Но у мейджера зато 3-й Сэщик уже строится. Викинги по 2, Танчик, Циклон ездит, геликами контроль отъездит. Здесь 3-й Сэщик у марин лорда позже значительно заказ. На викингов 3 штуки, но мейджер успеет с реактором что-то, я уверен, обогнать. Сейчас так, 2, хотя нет, здесь 5 будет в 4 постоянно. У марин лорда на викинга больше. Но 10-й Сэщик, 3-й, смотрите, уже парабам почти вровень. Сканит мейджер, видит марин лорда, что он здесь делает. У марин лорда вообще нет ресурсов викингов заказать. У марин лорда просто невероятный соплай блок на 78 лимита сейчас, смотрите. То есть он просто депошечки не строит. У марин лорда стим. Здесь 2 инженерки пошло. У марин лорда 1-1 делается с плюсом. У него грады раньше, чем у мейджера. У мейджера есть шанс обогнать еще, на самом деле, вполне реальный. Циклон мейджера побеждает циклоном арин лордом. Инженерки готовы, пора заказывать грейдики. Мейджер пока не соображает, не реагирует никак. Ничего не заказывает. Ну, бараков он заказывает много, зато сейчас. Где грейды-то, ё-моё, блин? Зачем дело вообще эти инженерки? У марин лорда уже почти готова атака. То есть там армор уже дадилось и сопережение будет. У марин лорда серьезное по грейдам, конечно. Но мейджера больше лимита. Летит мейджер под харасис. Циклоны викинги мейджера харасис циклонов викингов марин лордовских. Танчик, один медивак потерял мейджер, но другой живет пока. Мейджер медиваки на халяву тут шатает марин лорд. По ЦСшечке на халяву стреляет, но ЦСшка ладно. Сейчас лимита больше станет, просто выгонит марин лорд. Конечно же, мейджера отсюда 1-1 делает. У марин лорда сейчас будет возможность 2-2 очень скоро заказать. Ну, кстати, танк много демоджа наносит, смотрю. И викингов нет у марин лорда, что самое печальное для него возможности заказать. Видите, у него, ему нужно медиваки строить. Мейджер там медиваки посбивал. Лимиты равные практически. Здесь снизу танчики пришли. Марин лорда отогнали мейджера. Короче, нужно отступать. Здесь вторая атака у нас заказана у марин лорда. 2-2 заказана. В итоге щиты делаются. Ну, скоро 1-1 у мейджера тоже будет. Армари заказал он. Черт, ЦСшки пока нет. Вторая факта вижу я. Есть здесь турецчика одна. Может, пару надо, наверное, поставить. Периметр-то большой на самом деле. 2 за 2. Отдача друха нам со стороны мейджера идет сейчас. Армари доделывается. 2-2 мейджер насколько четко закажет. Тоже важно, безусловно. Армари идеальный тайминг просто. Ресурсы есть. Можно 2-2 спокойно заказывать. Пошли 2-2. Молодец, мейджер. Отставание сокращается. Ровно минута будет сейчас отставание по грейдам. Ну, что-то затишье пока. Щиты у мейджера чуть раньше, чем у Майнлорда. Вот и у Майнлорда готовы щиты. Викингов лучше не терять на самом деле мейджеру. У него они есть, у Майнлорда отсутствует. Это на самом деле ключ контроля воздуха. Ну, мейджеру что мейджеру? На муве полетаем. Зачем сюда привез вообще-то викингов своих? Взял, слил ценнейших 3 юнита. Чем они ценнейшие, скажите? Чем ценнейшие? Здесь нет. Прикиньте, замес в центре идет. Стационарная позиция. У тебя есть викинги. Тебе не нужно сканы кидать. Оппонента нет. Ты медевать не убиваешь. Там танками тяжелее. Все гораздо тяжелее делать в этом раскладе оппоненту. Все. В это время дроп на мейн от мейджера. Интерес проходит. Ну, здесь несколько маленьких они сейчас упадут. Здесь депошечку зашатал. Газ сейчас зашатает. А еще какой-то дроп двойной полетел. Лимиты крайне близки сейчас. Лимиты. Плюс один на технику. Там и там делается. На третью будет мейджер. Может дропаться. Я не знаю, куда он будет дропаться. И будет ли вообще, куда он будет дропаться. Стимпач. Стимпач. Тот выход делает, который мейджер видит. Прекрасно просто. Камни нигде не пробиты. Это, кстати, плохо для мейджера. Ему тяжело будет сейчас биться. Танков здесь три штуки. Без Сиджа они. Марин Лорд сейчас придет. Убьет мейджера вообще. Что он делает-то? Залетают танки Марин Лорда. Сканит он. Камни пытается пробить. Мейджер поднимает танчики свои. Видит, где Марин Лорд находится. Мариком идет вперед. Разгружает свои танки. Выгоняет Марин Лорда отсюда. Вон. В это время тут дроп какой-то висит. Не контролятся вообще. Сзади два танка пытаются залететь. Так. Марин Лорд пытается пройти по третью базу. Здесь есть танки. Нападает мейджер. Сзади где-то танки. Там тоже его летают. Две штуки. Где они летают вообще не вижу. Так. Возвращает все назад. И вот мейджер все загружает. Отдает мейджер катку просто. Нелепо как-то. Чтоб отпустил Марин Лорду сюда к своей третьей базе. Ну пока еще не отдал. В принципе. Грейды ни там ни там не делаются. Викингов две штуки мейджер добавил. Летит прям в рейнже Мариков. Кривейшим образом летит здесь мейджер своими юнитами. Ну как бы выгоняет вроде Марин Лорда. И вроде как все ровно по грейдам. По всем параметрам таким. Есть планетарочка. Четвертая база есть. Но Марин Лорда тоже строят. У Марин Лорда боевого на 40 почти больше. У него смотрите жир какой. У него третья атака заказана. Но тут викингов появляется достаточно много. Сканит Марин Лорд. Мейджер видит прекрасно где он находится. Танки дропаются. Самарики мейджера как-то лучше у них позиция. У меня такое ощущение. Да, Марин Лорд на ХГ заходит. Все преимущество свое отдает на ровном месте просто. И здесь контроль воздуха на стороне мейджера. То есть ЦЦшку вычинит, ЦЦшку не вычинит. Ой-ой-ой. Как он успел среагировать. Просто чудом уж. Чудом, чудом сейчас среагировал. Здесь четвертая начинает добываться. Викинги контролят все абсолютно сейчас. Марин Лорд вынужден сканить. Вот преимущество викингов. Все, нет скан. Не кидаешь скан. Печаль беда, значит. Выманивает мейджер Марин Лорда. Танки пытается подрезать, не подрезать. Марин Лорд. А, ЦЦшка криво села. Садится нормально ЦЦшка мейджер. 42-154 полимит. Здесь марики ходят. Здесь планетарка ее так просто не сломаешь. Танк мейджер, смотрите, такой. Я, говорит, на ксилнаге стою. Сейчас всем вам издалека навалю просто. Сиджа. И навалил два залпа по Марикам. Марин Лордовским. Ну, мейджер вот что-то забыл про Грайды совсем. Вот что, печально? Здесь ЦЦшка вроде отчасти вычинил. Так, видит прекрасно Марин Лорд что происходит. Мейджер пошел в танки подбревать мариками вот эти, которые к нему пытаются зайти. Либератор есть. Что с Либератором-то будешь делать? Ты надо рассижить, может, его. Что-то мейджер туда-сюда побегал. Я вообще не понял, что он делает сейчас. Викингами отогнал вроде Марин Лорд. Марин Лорд уже на золото с мейна перелетает. Он наглел совсем. Есть Либерок только что был. Куда он полетел этот Либерок? Он полетел на третью по ходу дела. Так, Марин Лорд криво по центру. Как же он гуляет криво. Такие залпы минус несколько танков. Просто мясо мейджер тут сминает Марин Лорда. Марин Лорд тупит очень жестко. Здесь ЦЦшку сейчас блочить будет. Либератор какой-то отлетался. А вот он на мариках отлетался. Так, ну что танк надо убить, нет? Мейджер идет убивать. С Майл Лорд армор третий будет, блин. Привет, тигра. В сети уже гуляют картинки с темой этих работ, защищенной этим новым министром образования. Какая-то там русская православная церковь, какая-то шляпа. Может, конечно, все флут и левая тема, но походу там не лучше совсем. Так, что викинги туда-сюда летают. Мейджер отбежит и мейн свой единый дроп. Единственный дроп. Так, здесь Марин Лорд идет вперед. Мейджер пытается принять его. Без Си Джа, Марин Лорд. Мейджер уже на ХГ. Пошел, смотрите. Танчики пытается подрезать. Танчики подрезает. Мейджер мариков сплитить пытается. Ну, сплит. Посредственный. Марин Лорд все равно больше. Марин Лорд дропает на... Ё-моё. Вместо того, чтобы мейджер уже переконтролить, он мог там переконтролить. Он просто сливает все в хлам. И здесь викингов слил. И здесь два марика все еще живые. Застали они уже стрелять. Убейте вы их кто-нибудь. Уничтожьте. Уничтожает мейджер. 4478. Марин Лорда больше. У него золото добывает сейчас спокойно. Абсолютно. 6122 по лимиту. Мейджер вторую атаку на технику делает. И третью атаку на пехоту. Но у Марин Лорда уже третий армор на пехоту есть. Так, глупается мейджер. Идет к золоту сейчас. Тем пачество. Марин Лорд танки по факту сидит. Как же он сейчас затупил. Он поздно рассиджился сейчас. Но приходит прирост. И мейджеры все равно сминают. Марин Лорд здесь или не сминают? Нет, не сминают вообще нифига мейджера Марин Лорд. Что самое интересное. Мейджер живет. 128-143. И сейчас марики придут еще сюда. Нужно золото убить. И все в порядке сразу будет. Марин Лорд прекрасно видит, что мейджер идет ему золото убивать. ЦС под ударом. Танки. Марин Лорд где-то сзади. КСМ разгромлены. Все золото не будет. Что ЦС не сбил? А, здесь дроп самому на третью. Проходь. Мариков несколько штучек. Пытается выбить митик. Так, викинг последним ударом выбивает медивак. Но Мариков что-то мейджера маловато здесь. В дотекании. 122-149. Еще марики бегут. Еле-еле тут мейджер отковыривался сейчас. Марин Лорд пытается мейджера зашатать. Что-то мейджер бегает. Ёма, а как он криво бегает, а? Один залп вообще. Ну смеш, когда бывает они туда-сюда бегают. Это нормальное явление. Еще один дроп. Понравилось Марин Лорду сюда дропать. Здесь мейджер вообще ничего сделать не может с этими дропами. Поэтому он летит и летит нагло. Но минус 10 лимита сейчас. Хоть какой-то плюс для мейджера. Что у нас? Вторая атака на технику у мейджера доделалась. И доделалась третья атака на пехоту. Это может сейчас подрешать, наверное. Но я не знаю, подрешать ли. Какая-то напряженнейшая игра вообще здесь у нас происходит. Так, сканит мейджер. Дропается. Видит Марин Лорда. Отходит назад. Марин Лорд зажимает его на лоуграунд. Короче, здесь мейджер, если бы тоже сконтролил, получше мог бы Марин Лорда разобрать. Марик вот вперед бегут. Куда мы? Что мейджер делает? Что он так наглеет? Я не понимаю. Ну так, решили. Встанет Марин Лорд. Силлаги мейджера выгоняет. Тут у него база новая, где добывают сейчас у Марин Лорда. Так, мариков слишком много здесь у Марин Лорда. Он сейчас идет вперед. Мейджер дропает танки. Но увозит, как только Марин Лорд вперед пошел. Дропается на лоуграунде. Неплохие залпы. Но здесь плюс мейджер подрался. Спора нету. Но дальше-то что? Сканы проходят. Будет дальше мейджер вообще законтроливать четко или не? Будет он дальше ничего законтроливать вообще? Викинга два напрягает. Вот, знаете, как это Марин Лорда напрягивает. Викинга то, о чем я до этого говорил. Марики подходят. Да, лимит, конечно, у мейджера меньше на 40 боевого примерно сейчас. Но я думаю, здесь может еще переворот быть. Марин Лорд заходит. Тем паче с Марин Лорд мейджер принимает бой. Бой как-то кривовато мейджер принимает. Вроде танки стреляли. В итоге, ну, то есть в такой ситуации надо либо танки фокуснуть, либо что-то попытаться сделать такое разумное. Ну, мейджер через Аклик дрался. Я не знаю. А что тут разумное? Я даже не знаю, что сделать. Хочется. Виктор с Марин Лордом. Виктор с Марин Лордом. и выиграет да, экшена много в этой игре было согласен решающий мейджор против марин лорд а потом стрэндж будет биться соответственно с тем же марин лордом ой, с каким марин лордом он уже бился с ним зачем ему биться, ему нужно с мейджором будет потом биться да, экшена много в этой игре да, экшена много в этой игре да, экшена много в этой игре да, к poisoning да, к инвестиция Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если мейджер проиграет, для Стрэнджи это крайне нежелательный результат, но хоть рабочих мейджер больше и потерял, у него ЦЦ-шика значительно раньше. Смотрите, сейчас два мула полетят с его стороны, продолжает строиться в здании. Малинлорд отстает по всем тут параметрам, особенно по ЦЦ-шке. Так, ну что, погнали! Прилетает мейджер, Маринлорд. Какой же провал вообще? Что мейджер творит, а? Просто это было БГГ, но разгрузись ты, блядь, не как бумж, ё-моё. Нет, мейджер именно... Маринлорд 2-1, ребятки, против мейджера. Всё зависит от Стрэнджа, нужно побеждать. Сейчас расклад мы посмотрим там по группе, что да как. Я думаю, что у Стрэнджа нет шанса не выйти, если он выиграет в любом случае, как бы, да? Хотя надо по картам смотреть. Это будет удивительно не выйти. Хотя нет, карты будут решать меньше всего, потому что мейджер у нас, если проиграет, он 1-2 будет не по картам, а по партиям, да, как бы. Короче, нужно Стрэнджа мейджера выигрывать, то и выйдет он просто со второго места, похоже. 43-54, рановато, я мейджер ещё хороню, у него боевой лимит такой же. У Маринлорда, например, Банши с Инвизом, здесь даже инженерка не планируется. Циклончиком Маринлорд идёт, что-то там убивает. Марика, что ли, да, 10 дэмэдж, 10 хп. Снял, получил, да, 2 выстрела от Марика. Это были 1 армор, по 6 дэмэдж, а 2 выстрела. Викинг летит такой, посмотрите. Очень опасно смотреть, где живёт Циклон-то, понимаете? Ну, тут танк дал залп предупредительный, мейджер понял, что выманивает, Маринлорд понял, что мейджер выманивает на Викинга, Циклончика. На живца, в общем-то, ловил. Банша вперёд пошла, вторая строль, здесь танчики. Плюс 1 заказ, надо бараков добавлять побольше, 30 сычка у Маринлорда. Судя по всему, здесь Викинг сбил дрофт, в то время как Гиллионы заехали, поэтому мейджер там и недоконтролил, походу. Ванша на вторую залетать. Есть скан, это вообще. Не очень удачный урок от Маринлорда. Но вторая... А нет, это Малик идёт. А где вторая-то, Банша? Второй нету вообще, пока вот она полетела. Инженерка заказана. Прямо на муве мейджер Маринлорду словил Баншуеву. Ну что, мейджер рассиджился. Кто победит? Чей танк выиграет? Мейджера танк выиграет. Ну нормально, что мейджера танк выиграл. Здесь Маринлорд прав рассиджился дальше. Ещё два меди варка подлетают. Здесь бы КСМ-ок бы пару, чтобы вычинится как-то. Ну нету КСМ-ок, насколько я понимаю. Маринлорд циклоном. Танк на халяву забрал. Мейджер пытается куда-то залететь. Куда он пытается залететь? Я вообще пока не понял. Он сюда, наверное, пытается зайти. Унимает бой, Маринлорд. Викингер не с вами. Побеждает Маринлорд бой этот, Викингер. Ещё сейчас можно законтролить, забрать меди вак с танком. Ну мейджер дропает. Танк понимает, что меди вак падает. Молодец, вообще-то мейджер. Маринлорду нужно викинга не отдавать. Улетает домой. Марики по нему постреляли. 96-84. Пытался мейджер выкрутиться по боевому лимиту. До сих пор в плюсе, что самое удивительное. И парабам, правда, на 20 с лишним отстаёт этот хлопок. Привет, Дима Агаимбла. Читаю я всё. Что-то на 3Ч, что-то на ГГ. Короче, зря я переживал процессе игры. Пригорал. Стрэндж, в любом случае, надо будет выигрывать. Всё. Ну, наверное, теперь раз варианты с первого места выйти, теряют, скорее всего. Хотя надо смотреть. Так, Либератор что-то пытается облучить у нас. Смотрю. Мейджер. Ну, ничего не получилось. Уходит. Он 101-117. Ну, как-то он тут даже, смотрите, почти восстановил паритет. Почти восстановил. Ну, Мари Лора сейчас 1-1 будет. У Стрэнджа только атака доделается скоро. Армор что-то он застыкал вообще жёстко. Забыл, наверное, заказать. Не знаю, почему. Опять, что ли, на полгода игра экшн дичайший? Марин Лор собирает вперёд идти под тайминг щитов. Привет, Рокомор. Сегодня стрим 6,5 часов пока идёт. Не так уж много. С 12.20 где-то. Ну, там, с 12.30 я начал комментировать GSL. GSL, кстати, на главную уже в группе ВКонтакте вложен. Кому интересно. Правда, не досмотрели мы Classic против Гумихо. В конце там. Но Гумихо затащил Classic. Короче, не получается никак Бонжо и никому стать второго Старкрафта. Я думал, может, Classic он там и в полуфинале Старлиги и потащит ещё и GSL. Нет, минус Classic как бы. Короче, по итогам финала ввода только будет понятно, кто же самый топовый вообще в мире. Понятно, что это Корея. Скорее всего, будет вероятность у 99%. Тем не менее, может, у нас и сюрпризы какие-то ждут. Забегает Марин Лорд, получает зал, подходит назад. 2-2 у Марин Лорда делается. 2-2 тоже раньше будет, чем у оппонента. Его сейчас атака на технику скоро будет. Викингов 3 живых есть, правда, живых это сказано громко. Они есть в наличии, но они полудохлые вообще. 186-168 дроп от Марин Лорда на мэйне здесь, прямо под танки. Под танк разгружается он этого... Ну, вы поняли мэйджера. Викингов забрал несколько штук, в итоге у него больше. Викинг здесь смещается к 3-й бою, 185-170. По лимиту сканит Марин Лорд, видит, где мэйджер находится. Что, мягко говоря, не весь здесь лимит боевой у Марин Лорда в этом... В этом выходе. По викингам царствуют, вообще прилетели новые. Вот почему важно было, что мэрики заберут. Начинают викинги цс-шку тут шатать чуть-чуть. Надо вычинивать, пытаться, вычинить тяжело. Смотрите, какой дэмэджи викинги завозят. Сейчас давайте еще не вычинем цс-шку, да? Нет, цс-шку вычинят, нормально все. Цс-шку вычинят. Стрэндж в это время в другом направлении. Куда он идет-то? Камни не пробиты. Ладно, камни были пробиты. Камни-то не пробиты. Так, мэйджер идет вперед. Танки Марин Лорд отводит назад. Сиджет еще три танка. Ну и все, мэйджер развалился. Отдал, как-то нелепо. Еще и викинги здесь нормально шатают. Танчик ближе. Попадает. Марики проходят, пытаются мэйджер забрать. Ничего не получается. Марики мимо куда-то там промчались просто. Здесь пробивает. Марин Лорд в камни, кстати, очень быстро пробивает. С такими грейдами крутыми. 2-2. В 2-2 уже мэйджер возвращается. Марин Лорд заходит на стиме. Без медиваков. Здесь в руке у него идет. Танчики сидят. Что с Сиджет пытается покусить. Сиджет пытается покусить. Что Сиджет моментально забирать. 170-109. Нет, Марин Лорд дожмет здесь. Это факт. Пытается мэйджер драться. Но нет, здесь прохладная битва такая. Марики в отведе идут. Угг. Марин Лорд мэйджер против Стрэнджер. Решит сейчас судьбу свою. Вот. нужна только победа ждем начала соответственно а Ну что, Marilor зашатал американского игрока на американском сервере. Это говорит о том, что он силен очень даже. Продолжение следует... 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 Короче, я надавал Стрэндж опять 4 рабочих, хотя не обязательно абсолютно это было делать. Ну, Стрэндж же будет 6 гейтов блинк, видимо, с мейджером. Полетели еще 2 минки. Ну, мейджер царь дропов, он царь-дропер, короче. Залетает в мейджер. Где оверчашку я не вижу? Стрэндж, кого-нибудь ставьте, что-нибудь, ё-моё. Больше оверчаржа не ставить. Здесь сталкеры все защищают хорошо. На мейн-то сталкеров не лучше привезти. Стрэндж парочку попытаться подбрить. Не пытается Стрэндж поймать медивак, вот что меня напрягает, конечно. Плюс гейты не добавляют, но обычно с 6 гейтов Стрэндж пушат. Стрэндж пушат. Стрэндж давар произошел. Здесь как стоял, который так и стоит. Две минки пытаются найти, где бы им свое гадкое дело сделать, подрезать побольше рабочих. Ну, у мейджера танчик сейчас будет готов. У Стрэндж отстает серьезно, очень серьезно. Отстает сейчас уже, я вам скажу. Ну, когда у тебя еще преимущество сервера есть, играть стилем таким, как играет мейджер, это верное решение абсолютно. На мейне обсервер есть, у Стрэнджа сейчас минки сюда на мейн и собираются залетать, насколько я вижу. Сталкер стоит, пока скан здесь есть, не надо никуда уходить, мое мнение отсюда Стрэнджа. Вот сейчас, как только скан пройдет, так, залетает медивак, Стрэндж понервничал. Два сразу оверчажа поставил. Ну и мейджер в итоге сможет залететь, в общем-то, вперед. Здесь либератор плюс марики. Стрэндж составляет 4 сталкера. Либератор плетает, надо подблинкнуться, поблик. Вбивает Стрэндж. Либератора надо фокусить, а не Марика. Конечно, он ничего сделать не может. Марика побивать, Стрэндж. Отбился неплохо. Здесь залп по Мазеркору. Минки вроде так, законтролил Стрэндж, от минок увернулся. Здесь 4 сталкера, здесь тоже какой-то смешной выход идет. Саплай блок сейчас на 10 лимитов у Стрэнджа, ё-моё. Нужно варпить еще чего-то. Ну, Стрэндж, ну что за бред-то, ё-моё. Где сталкеры? Пошли вперед, 78-3 по лимиту. Стим у Мазера только-только заканчивается. Насколько поздний Стим, а? Заходит Стрэндж, минус Стим сразу же. Это хорошо, что минус Стим сразу же. Он, правда, только и начал делаться, вот что минус. Залпы от танков идут. Стрэндж за минеральной линией там пытается ходить. Кривые блинки. Кривейшие блинки, просто кривейшие блинки. Мягко говоря. Здесь еще один танк. Короче, Стрэндж здесь проваливает, вообще-то его весь Харас. 86-97 по лимиту. Куда он сейчас пойдет? Он пойдет камни пробивать мейджеру. Ну, камни к таким количествам сталкеров он быстро достаточно пробьет. Здесь Марик выходит. Третий Нексус, видимо, ставит. Ну, тут... Г-г. Стрэнджу. Просто говноблинк под вообще всю армию оппонентов. Здесь уже, я думаю... Ну, видите, лимита здесь ничего не... А, еще и рабочий. Ё-моё, сколько здесь минка еще. Нет, здесь провал. Я вообще не понимаю, зачем Стрэндж... Каждую игру Стрэндж какой-то билд придумал странный. С шестью гейтами. Почему он... Видимо, Стрэндж как бы кого-то там убивает. Я не знаю. Играет и три гейта в Нексус. Хорошо же макро получалось. Нет, это шесть гейтов. Хотя, в принципе, зря я гоню на шесть гейтов. Вот если данную игру анализировать, тут еще до шести гейтов Стрэндж уже начал проигрывать. Во-первых, гелионы заехали. Один гелион, две пробки убил на мане. Потом дропчик зашел, Стрэндж что-то наотдавал. Потом там дальше Харас. Контр-Хара, сталкерами, контур-урывы эти провальные. Особенно последний вот этот блин. Это просто печаль была полная. Но Стрэнджу главное выиграть. Даже если он эту карту отдаст. А эту карту он уже отдаст. Это факт. Тут как бы дальше Стрэнджу нормально сыграть. Главное выиграть-то можно еще. Хотя тяжело, мейджер на своем сервере. И никакой мейджер не слабый игрок. Он очень крут сейчас. Это все знают. Ну вот это пищем ГГ называется. Пищем ГГ 2. 100%. Ну что, ждем более крутой игры Стрэнджа. Он может сыграть лучше, но пока как-то так сильно. Стрэнджа. 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 Продолжение следует... 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 Так, ну что, у Стрэндж будет сейчас плюс три гейта добавляться? Нет, он третий, Нексус решил сыграть, нафиг сказал он три гейта мне, короче, эти не упали, вот, видят третью СС, куда Нексус, Тайца, Мейджор разведывает, Мейджор сейчас спалит, Нексус, Сончик, ну Стрэндж спалит, что Мейджор спалит, и это тоже важно, важно знать, потому что, если ты знаешь, что оппонент знает, то ты можешь уже предполагать, куда же нанесет он удар, тропы с этого направления ожидать, там, от агрессии ты не знаешь, просто будешь думать, ага, там, он не знает, какие-то действия предпринимать, и для тебя что-то может быть неожиданно, какие-то действия, вот, но, не факт, что так будет, не факт, что это случится, две форжи от Стрэнджа, готов блинк-то у него, да, готов блинк, это хорошо, две форжи и выход в колоссов, видимо, будет, робо-бэй пошел, это пусты, вот, надо отсюда переставлять, вот, на Нексус обратно переставлять, либо на что-то полезное переставлять, а в серверы вперед летят, у Мейджора сверх пассивный билд, поэтому, я не знаю, у Стрэнджа тут он успеет и Нексус раскачать, и, я думаю, в колоссов даже, там, отстроить какое-то количество Стрэндж успеет, стопроцентно, 52, так, вот это вообще лишнее, такой дистанц-майнинг, ну, ладно, сейчас добыча начнется, сканит Мейджор, он не видит, погодите, он что, четвертый Нексус сканил, что-то он вот сюда сканил, я не знаю, что он хотел здесь увидеть, если честно, так, ОПС видит Минку, ОПС видит, что-то, танк, марики пошли, а, Мейджор, это нет, это Мейджор смещается, соответственно, ну, и что, ну, у меня, Стрэндж вместо КСМ-ки Минку решил выбить, ОПС сервера хорошо, он Стрэнджи висят, контролят, здесь ОПС залетает, но Стрэндж дальше полетит на туретке, сольет ОПСа, так, колосс строится, 1-1 делается, Рэндж делается, колоссы без густа, ну, Рэндж, да, Рэндж, на самом деле, сейчас даже важнее, чем колосс, почему бы, что он даст выгоду Стрэнджу в битве определенную, здесь две инженерки, Армори, то есть, менеджер принял вызов, играет чисто на макро, масс-грейды, сейчас выход какой-то будет плюс 5 гейтов делает Стрэндж это хорошо, ОПС сервер сзади за менеджером летит, но у Стрэнджи есть юнит, чтобы отбиться, но желательно, чтобы 5 гейтов, конечно, побыстрее доделывались 1-1 сейчас будет готовы, Грейды будет, 2-2 Стрэнджи запиливать ресурсы у него вообще есть, как бы, на 2-2 пробочку уводит, колосс в центре, нужно Стрэнджи вот этими юнитами драться здесь, я думаю, что не нужно с менеджером драться, вот полетел передроб на третью базу Стрэнджи, ой, что-то тупит, ну, хорошо, что пробка здесь есть, он увидит забегание это менеджера месторождение минералов вот оно пошло, пробка палит ну, все, Стрэнджи все спалил менеджер будет отсюда уходить, не знаю, на центре движучка есть так, Стрэнджи-то боится сюда пойти, на центре, потому что движуха от менеджера боится туда пойти, колосс здесь, колосса можно фокуснуть сейчас просто, сканет менеджер, думал, ОПС сервер здесь, нет, нету ОПС сервера, Стрэнджи просто после пробки понял, что действительно выход отсюда будет, 2-2, Стрэнджи наконец-то заказал, и наконец-то колосса заказал, снял буст с РОББ, то есть, Рэнджи уже понял, что Стрэнджи доделался мейджера больше рабочих, чем у Стрэнджи, куда эти рабочих-то столько четвертая хата 71-62, ну, это вот как капит, по 6 депошек сразу строят, там, как Блайоверов про запас просто, по миллиарду ну, Стрэнджи два направления, вроде, обороняет, вроде, все в порядке, здесь минки копаются в центре Стрэнджи, так, видит забегание мейджера мейджер четко контролит, смотрите, вообще не дает ничего сделать, то есть, дропами разводят у Стрэнджи сейчас архивы темпларов доделали, что это, если будет Шторм, интересно, или Архоны все-таки я пока понятия не имею, что это будет, вот здесь надо Обсервера повесить Стрэнджи, не надо заморачиваться в центре есть минка, как вы видите, Стрэнджи что-то тут бегает, сейчас мейджер вот таким дропом большим сможет покататься, Стрэнджи принять, что-то агрессивно блинкает, с кого ты идешь-то вообще опасно, как Стрэндж действует, пробочку вывел, все-таки четвертый никс будет запиливать сейчас конечно, ему нужен четвертый никс, куда без него так, здесь сталкер сбоку ходит, ничего не поделать будет, сталкера нужно не адепта здесь оставлять почему? да не адепт, он уйти никуда не может, сталкера оставил, видишь, подходит, отблинкнулся назад все, здесь мейджер забегает, не ксус фокус в секунду, просто хорошо хоть Стрэндж эскейп успевает нажимать по четыре либератора уже у мейджа строится, сейчас он будет с либераторами драться но в плане макро пока у мейджера все лучше, в плане контроля непонятно что будет посмотрим, три архона плюс Стрэндж сейчас сливает, возможно Стрэндж даже в пуш собирается с трех бас идти одновременно ставя третий нексус сейчас так, видит Стрэндж мейджера вместо того, что медиваки в фокусе стреляет по маленьким Стрэндж здесь вот хорошо, что три фотонки есть, хорошая оборона видел Стрэндж, как мейджер на хг пошел наверх здесь что-то желательно поставить, видит мейджер, где Стрэндж армия стоит так, то есть он сейчас через 12 с либераторами зайдет и будет пытаться убить да варх там на мейн пошел, неужели уверчаж не справится, справится уверчаж так, заходит мейджер, Стрэндж пропустил либераторов зачем биться такой армией слабенькой здесь принимает бой Стрэндж, не понять зачем викингов минусует, идет вперед либераторов три штуки, все заблинкивается вплотную, убивает все максимально быстро будет здесь убивать Стрэндж подблинкнись ты тогда, что ж ты творишь Стрэндж не подблинкнулся, убил на мейндроп идет здесь надо до варп делать Стрэндж не делает до варп мейджер фаржи выбивает но в фаржах то ничего не делается но мейджер насливался здесь на самом деле адептов варпит Стрэндж надо просто фаржи добавить сейчас новенькие ну что происходит один дроп три бомжовых мародера просто наносят дэмэдж больше чем все 200 лимита предыдущих, потому что Стрэндж тупит что-то блин, дроп на третий Нексус пошел Стрэндж уже вперед ломится всеми дома то отбиться надо, нет вообще зелки да варпить зелки да сорви голова рубаху на сервуд просто сами без контроля вперед блинкаются, прыгают точнее на чаже, Стрэндж приходит в луп уже атаковать сливает тут мейджеру все агрессивный блин вперед идет танк здесь точно не поможет колосса не надо только на туретке сливать инопланетарку ломиться тоже не надо Стрэндж вот СС-орбиталка иди же ты вниз то убей же ты ее в конце то концов ну Стрэндж все он даже боится уже все боится надо чувствовать запах жареного боится говнючочек надо добивать сейчас колоссов брать один стоит вообще Стрэндж я не знаю блин Ф2 Стрэндж видимо нету никогда применения что ли так колоссов контролят неплохо призму ни в коем случае не отдавать на викингов почему потому что до варп нужен в бой в этот нужен до варп Стрэндж где до варп шел до варп призма пока что живет отлично что призма живет мейджер уже колоссов убивает и что происходит Стрэндж сливает игру как бомж вообще просто до варпил сюда что-то колоссов туда-сюда совал высовывал призму отдал все отдал да как так вообще Стрэндж умудряется делать для меня просто загадка вообще сейчас же просто колоссы на оклике шли вперед ну не надо было вообще сумбурно надо было встать назад отвести контрол все забиндить в один чтобы кайсить нормально Стрэндж там как-то все нелепо вперед шлет как-то я не знаю надо демку смотреть взял отдался вообще в хлам полностью ну хоть рабов выбил мейджеру ну посмотрите по лимиту все печально по грейдам все ну не то что печально но сейчас будет печально 3-2 на 2-2 тирановские конечно колоссов стэка нету больше ничего нету ну хоть нексус четвертую стрэнджить рабочих у мейджера больше блин ресурсов миллиард варпа не наблюдается здесь минки есть все что нужно фотонок нет здесь ничего нет Стрэндж соберись Стрэндж отбиться здесь и все вот сейчас Стрэндж встал контроля карты нету нифига вообще ничего не видит сейчас мейджер зайдет мейджер вперед конечно тиран когда ты так отпустил тиран он сразу дропаться начнет так заходит мейджер сейчас там просто я не знаю как мейджер вообще умудрился колоссы подставить там даже там викинг один был против 4 колоссов то есть понятно что колоссы сейчас слабые но без викингов как это происходит да элементарно био до колоссов достало био все сломало здесь по минкам стрэндж гуляет сейчас на мейне дроп уже верчаж нужно ставить верчаж ставится агрессивный подминка призмус этот медивак убил стрэндж 80 110 полимет передроп на вторую базу но мейджер тут хоть фигню делает на самом деле это шант для стрэнджа нужно только фокусы не девать лишь в таких ситуациях стараться ну не успевается что сделать по минкам бежит вперед здесь минки три штучки есть ема под блинкивается стрэндж видит минки нужно отступить назад сейчас об сервера нету восстановил базу мейджер здесь все восстановил вообще короче пока еще не сейчас 130 на 180 я думаю здесь все уже решено практически хотя либераторов стрэндж вроде отгоняет но по четыре их штуки строится это очень печально минки здесь есть даже фотонку стрэндж просто даже фотонку а если он минки сюда перекопает ведь видел же на самом деле что там мины пошел стрэндж вперед армия разделена просто на две части ну очень сильно видят мейджеры сейчас отойди назад куда же ты так расплю ё-моё ну стрэндж нервничает тут я не знаю ему нужно от этих нервов его глупых избавляться блин у меня тоже всегда нервы были я всегда на ланах просто переживал да и не на даже на онлайн турнирах какую-то хрень играл и кто там блин как же я могу проиграть там все дела вот и у стрэндж я вижу тоже самое абсолютно просто происходит вот то есть он просто нервничает и абсолютно какие-то странные делает действия тогда когда нужно не нужно контролить он контролит когда нужно просто контролить нормально чтоб мы убили вообще и юнитов он не контролит такие вот дела стоп старт ребятки стоп старт делаю возвращаюсь к вам это надо двух и плюс и и Продолжение следует...